Если все пройдет успешно, то мы отправим людей на Марс в ближайшие пару десятилетий. Тем не менее, для успешной миссии Красной планете готово далеко не все, а уж тем более, если человечество захочет и в самом деле заселить Марс хотя бы через сто лет. Какие же технологии понадобятся нам в первую очередь? На самом деле список огромный. Космические корабли, топливо и двигатели, оборудование для посадки, экстракторы воды, добыча ресурсов, скафандры, жилые комплексы и прочее. Конечно, со временем новые технологии позволят нам достичь должного уровня. Но все же этого недостаточно для полной колонизации планеты. Ведь люди вне зависимости от времени остаются людьми. А значит, как бы это ни звучало старомодно, без земледелия не обойтись. Нам уже известно, что марсианская почва насыщена оксидами железа. А значит, плохо подходит для фермерства. Колонистам придется использовать гидропонику или рециркуляционную воду, чтобы улучшить шансы урожая на выживание. К тому же Марс получает на 40% меньше солнечного света, чем Земля, что также препятствует росту зелени. Само собой, этот процесс не быстрый. Первый эксперимент может продлиться даже несколько лет. Отправлять людей на столь рискованное мероприятие смертельно опасно. Логика подсказывает, что прежде чем отправить людей, нужно добывать больше информации о пригодности и жизни человека на Красной планете. А значит, необходимы больше тестов и экспериментов, которые пройдут непосредственно на планете Марс. И тут появляется план Б. Правда в том, чтобы облегчить астронавтам и колонистам задачу по возведению инфраструктуры на Марсе, было бы разумно послать в первую экспедицию корабль с припасами и роботами-строителями. Это будут небольшие автономные аппараты, оснащенные соответствующим оборудованием. Они смогут выполнять работы по расчистке и подготовке поверхности для строительства посадочной площадки. Также роботы смогут по принципу 3D-печати возвести комплексы, в том числе жилые, и положить начало растительному и, возможно, даже животному миру. Таким образом, подготовив все к прилету людей. Как мы знаем, любой эксперимент на старте обычно проходит хорошо. Но спустя время удержать контроль все сложнее. Чтобы этот эксперимент был по-настоящему успешным, роботов-строителей мало. Здесь нужно скурпулезное внимание к деталям на протяжении многих месяцев. Ведь со временем будет появляться проблема за проблемой. К примеру, кто устранит утечку кислорода? Кто отремонтирует вентиляцию? Покормит зверюшек? Выкопает ямку и посадит растения? Соберет урожай и отнесет в нужный отсек для хранения? Таких дел может быть сотни и тысячи изо дня в день и с года в год. Конечно, для этого как никогда лучше подойдет человек. Но мы помним, что в первой миссии его нет. Нам нужен человекоподобный помощник. Знакомьтесь, один из наиболее динамично развивающихся проектов – Виллу Гарош. Персональный робот PR2. Хотя ему не хватает человекоподобных характеристик, главное достоинство этого робота вовсе не огнемет, а ловкость и внимание к деталям. Давайте поближе познакомимся с этим роботом и узнаем, что из себя он представляет. А затем каждый сможет сделать заключение. Итак, способность робота перемещаться в любом направлении обеспечивается благодаря шасси. Его взаимодействие с внешней средой осуществляется в основном при помощи пар ловких рук со встроенными в предплечье камерами и сенсорами на концах захватных устройств. Основные приборы, обеспечивающие ориентацию PR2, в пространстве также включают в себя камеры, интегрированный в базу лазерный дальномер, лазерный определитель наклона и блок инерциальных измерителей. Роль мозга выполняет пара встроенных серверов Xeon на 8 ядер, модуль оперативной памяти на 24 ГБ, а также два съемных жестких диска емкостью по 2 ТБ каждый. Прочие характеристики новинки включают в себя возможность дистанционного управления. Благодаря тому, что ПО этого андроида обладает открытым исходным кодом, его можно научить многим вещам. В первую очередь, разработчики научили робота искать в здании розетки и заряжаться от них. Также робот владеет несложной моторикой, например, может перелить жидкость из одного стакана в другой, листать страницы книги, брать ручку или тарелку, собирать кубик-рубик. Он отлично справляется с этой задачей. Предварительно робот тщательно сканирует все грани кубика, решает задачу в своем мозгу и только затем принимается за работу, используя свои захваты для манипуляций с игрушкой. Робот также умеет готовить пищу, месить тесто, а затем испечь для вас печеньки, пиццу или пирог. Все, что ему для этого понадобится, это доступ в интернет и холодильник с продуктами. Используя сканирование штрих-кодов, машина отберет необходимые продукты и начнет готовить, ловко управляясь посудой, производя достаточно простые базовые операции. Открыть, закрыть упаковку, помыть ингредиенты, нарезать их и взболтать. Благодаря последним обновлениям ПО, робот PR2 способен определить, если что-то в непрозрачной емкости, просто подняв или передвинуть ее с места на место. Для этого авторы ПО научили робота определять усилия, затрачиваемые на передвижение емкости или коробки. В голове у PR2 куча свежих библиотек, аппаратных драйверов и заготовок, которые помогают ученым делать что-то новое, а не заново учить робота ходить. PR2 уже умеет кататься за кофем, играть в бильярд и самое главное, держать и вращать предметы, делая это аккуратно. Такие успехи, к слову сказать, стали возможны во многом благодаря тактильному фэдбэку. Поэтому робот не расплющит баночку с горячим чаем у вас перед носом, а бережно поставит ее перед вами на стол. И самое главное, инженеры научили его приносить пиво из холодильника. Просто скажите ему об этом. И робот самостоятельно проложит маршрут до холодильника. Он сможет его открыть, взять запрошенную марку пива, закрыть холодильник, принести напиток человеку и перед тем, как подать, открыть это пиво. Это делает PR2 лучшим другом для мужика. Но возможно кто-то скажет, и что с того? Здесь нет суперспособностей, и вы будете правы. Ведь все это PR2 умел делать еще в далеком 2013 году. Много прошло времени с тех пор, и алгоритмы доросли до того, что теперь робот может сварить вам кофе на неизвестной ранее кофемашине, руководствуясь только инструкцией, отпечатанной на бумажке. То есть прежде чем сварить кофе, он прочтет инструкцию. Идея заключается в том, что робот самостоятельно ориентируется в комнате полной предметов, распознает нужные кнопки и ручки по форме без подсказок и предварительно составленной базы знаний. Все, что у него в руках, это бумажка с указаниями и предметы. По правде сказать, головоломка, с которой даже не все люди справятся сегодня. Но на этом не все. Робот продолжает усовершенствоваться. В этом году инженеры создали алгоритм для PR2, позволяющий им повторять простые действия человека после одного примера. Кстати, эти движения ему достаточно увидеть на экране. Благодаря этому роботы выполняют довольно сложные задачи. Конечно, робот учится путем проб и ошибок. Нейросеть, используемая в обучении робота, постоянно оценивает, насколько то или иное движение помогло ему приблизиться к цели. Таким образом, после успешного выполнения задания робот запоминает наиболее оптимальные движения и в дальнейшем использует в первую очередь именно их при повторном решении задачи. Кроме того, разработчики научили роботов ловко хватать даже двигающиеся предметы. Тесты показали, что робот успешно справляется с захватом движущихся бытовых предметов в 88% случаев. Роботы настолько стали усечивы, что могут надевать рукав одежды на человека, не причиняя ему дискомфорт. Алгоритм отслеживает силу, с которой рукав давит на руку человека и подстраивает движение робота для максимального комфорта. Делает ли PR2 все эти достижения претендентом на роль первого колониста? В целом, да. В первую очередь, благодаря самообучаемости, у робота действительно большие перспективы. Представим такую ситуацию. PR2 оказался в жилом комплексе на Марсе. Как он будет действовать? Для начала он самостоятельно исследует помещения, пол, стены, окна и двери. Затем предметы. Большие, средние и крошечные. Такие как кнопки, рычаги и записи. Далее робот моделирует трехмерную проекцию и на основе этого анализа распознает, как ему лучше поступить. А при учете, что все данные уже имеются в его памяти, то он с легкостью сможет перемещаться по местности, делая свою работу. И конечно, если будет необходимость, устранит неполадки. И все это он будет делать автоматически. При этом весь процесс будет наблюдать диспетчер с земли, который сможет контролировать работу своего железного напарника. И хотя сам робот пока не передает мимики, он все же может общаться и понимать речевые команды, и даже использовать некоторые жесты. Будем надеяться, что они будут приличными. В качестве явного преимущества PR2 перед человеком, заменимость головного мозга человека, которым этим роботом управляет. Если живой колонез будет работать над задачами только 40 часов в неделю, то робот может работать в 3 смены 24 часа в сутки с вычетом времени на подзарядку. То есть уже порядка 140 часов в неделю. При этом никакой паники. Конечно, роботы безусловно будут ломаться, но ведь и человеку свойственно болеть, особенно на Марсе. В любом случае под управлением профессионального механика Земли роботы смогут чинить друг друга. Сегодня прогресс в этой сфере может показаться нарастающим весьма постепенно. Но поверьте, в ближайшие 5 лет нас может ожидать прорыв в способностях робототехники. А что думаете вы о полетах роботов на Марс? Напишите в комментариях о своих размышлениях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова